По состоянию на 7 апреля на территории Кыргызстана выявлены 228 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С момента регистрации первого случая прошло 20 дней. 6 апреля был самый большой прирост количества новых случаев за один день – 69. Таким образом, за последние двое суток был выявлен 81 случай. Если сравнить с траекторией роста новых случаев в странах, эпицентрах эпидемий, как Италия, Испания или США, рост в Кыргызстане относительно небольшой. Накануне министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов впервые признал, что ситуация с коронавирусом состабильно перешла в напряженную. Министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров на вопрос, могут ли работодатели сокращать работников в условиях чрезвычайной ситуации чрезвычайного положения, ответил, что эти моменты в Трудовом кодексе не оговорены. В таких случаях, когда работа или выполнение обязательств не зависит ни от работодателя, ни от работника, предусмотрено, что администрация должна выплатить две трети заработной платы. Так он сказал со ссылкой на статью действующего Трудового кодекса. Как сказал министр, работодатели могут сказать, что они терпят убытки и у них нет доходов. Дома престарелых и другие социальные учреждения полностью обеспечены продуктами питания, необходимыми средствами защиты, сказал глава Минтруда и соцразвития Улукбек Кочкоров 7 апреля на пресс-конференции в Бишкеке. По его словам, во всех учреждениях введен режим карантина. Отдельные социальные и стационарные учреждения расположены в городах и районах, где введено чрезвычайное положение, полностью закрыты. У нас смены работников также не меняются. Они работают круглые сутки на протяжении недели, сказал он. В Бишкеке задержан подозреваемый в двойном убийстве. Об этом 7 апреля Аки Пресс сообщили источники в силовых структурах. По предварительным данным, в конце марта мужчина, проживающий в районе ТЭЦ, убил своего знакомого. В течение нескольких дней он продолжал жить в квартире, несмотря на то, что рядом все это время лежал труп. Кроме этого, этот же мужчина подозревается в убийстве другого человека. По предварительным данным, он вонзил нож в горло своего знакомого, в результате травмы последний скончался. Сотрудники УВД Свердловского района задержали подозреваемого. Ведется следствие. Это были новости на сегодня. Не забываем поделиться этим видео с друзьями, а также подписываемся, ставим лайк и жмем на колокольчик.